Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, а у нас с вами сегодня разговор пойдет о канале Деревенский дневник очень многодетной мамы. Друзья мои, мне страшно. Я прям не знаю, как все это дело воспринимать. Лёля впала в детство. Я, конечно, понимаю, что сейчас весна, пора любви, и так хочется чувств, тех самых чувств, да? Но все же, как-то, вы знаете, пора кое-кому и честь знать, да? Вроде не маленькая девочка, а реально ведет себя как подросток. Но, с другой стороны, у нее не было юности. Она, будучи подростком, родила в 15 лет и сейчас пытается наверстать вот эти вот все, знаете, хвостики, косички, гольфики, уси-пуси, капризы девичьи, и тем самым строит из себя юную девчонку. И вот на превью нас ожидала Лёля в обнимку с огромным розовым медведем, подписав, значит, в названии известной передачи «Беременна в 16. Мой личный опыт». Понятно, что, исходя из возраста, Лёля, ну, никак не могла быть участницей данной передачи, а, как видно, ей хотелось бы, хотелось бы поучаствовать в этой передаче. Вы знаете, очень ей хотелось поделиться вот этой своей темой, темой, актуальной именно для нее, ранние роды, ранние браки, с которой она сама непосредственно столкнулась. И вот сейчас я вам быстренько, кратенько хочу сказать просто свою точку зрения, а потом перейду к Лёле, да? Я, заранее хочу сказать, пока, как говорится, находимся на берегу, да, о том, что лично мне вот эта вот тема, кто во сколько рожает, не рожает, мне нет до этого, честно, никакого дела. Мне все равно, кто-то рожает в 14, кто-то рожает в 15, кто-то рожает в 30, кто-то в 40, кто-то не рожает вообще, это личное дело человека, да? Я не люблю, когда начинают перетягивать на одну сторону или на другую сторону, но при всем при этом, вы знаете, если ты, вот, такие, как Лёля, да, и таких много на самом деле, ну, мы ее все знаем, потому что она достаточно крупный, известный блогер на Ютубе. Так вот, если такие, как Лёля, рожают огромное количество детей и этим же кичатся, да, указывая нам, а вот ты попробуй роди столько, сколько я, а ты попробуй вот роди столько, сколько я. В таком случае пусть они не просят ни донаты, ни, как у нее сейчас выставлена карта на конфеты, да, для детей, то есть, ну, вы, простите, вы родили, вы даже не в состоянии купить конфет собственным детям, да? Нет, нет, мы не просим, вы просите каждый день и каждый раз, поэтому это, я считаю, неприемлемым. Если ты рожаешь, почему-то кто-то думает о том, вот, я рожу одного ребенка, потому что мне бы его поднять и помочь бы ему устроиться в жизни, или я рожу двоих детей, или я вообще не буду рожать, да? Люди думают, рассчитывая на свои силы, умные люди, у которых, а есть такие без царя в голове, которым все равно, сколько рожать, при всем при этом она повесит их на кого-то. Ну, в общем, это мое мнение, ну, а теперь, конечно, медленно, но верно переходим к Лёле. И вот Лёля начала нам объяснять всю эту ситуацию, даже залезла в какую-то непонятную статистику и обнаружила, что сейчас очень рано, заметьте, сейчас, в наше время, очень рано вступают девушки во взрослую жизнь. В 14-15 лет, мол, да, я, конечно, не знаю, откуда она берет вот эту вот всю статистику, ну, могу сказать точно, что лет 20 назад, когда она забеременела в 15 лет, такое поведение среди девушек было редкостью, редко кто, это вообще в школе, в городской, в областной школе, это одна девчонка могла родить там в 14 или в 15 лет, все, и это был такой нонсенс, вот реально. Мало кто рожал в 15-16 лет. Это было исключение из правил. И, кстати, сейчас тоже это исключение из правил, это крайне редко кто-то рожает в 15, в 14, в 16 лет. И вот, ну, скорее всего, получается, либо это какой-то редкий случай, либо, ну, по-разному, в общем, да. И вот Лёля пыталась, конечно же, эту ситуацию все вывернуть в свою собственную пользу, впрочем, как и всегда. Она начала говорить о том, что сейчас очень многие девушки, живущие половой жизнью с 14-15 лет к 17 годам, заметьте, становятся настоящими потаскушками, пройдя через многих мужчин. При этом они не рожают и не хотят рожать детей. А она такая, видите ли, на этом фоне попыталась выступить такой вот чистой, непорочной, сошлась с мужчиной, который, кстати, был намного ее старше, у которого тоже была семья, да, и родила в 15 лет от него. А мне вот хочется спросить у Лёли. Лёля, а судьи кто? Ну, ты никак не можешь быть в этой ситуации судьей. Понятно, что в жизни, может быть, всякая, как говорится, жизнь прожить не поле перейти. Кто-то начинает половую жизнь рано, меняя партнеров. Кто-то рожает в 15, и то, и другое не есть хорошо. Но это, скорее всего, исключение из правил, да? Но это жизнь, опять же, то есть у всех по-разному. То есть ты, родившая в 15 лет, ну, никак не можешь быть вот примером и давать советы, что и кому делать. Потому что ты можешь дать совет человеку, который находился в других жизненных обстоятельствах. У тебя была мать, а у кого-то не было матери, которая могла бы ей помочь. Тем более, повторюсь, что и сейчас, и тогда это две большие разницы. Ну, а кто-то вообще-то не торопится взрослеть, бережет себя, да, и тоже бережет себя для каких-то любимых и так далее и тому подобное. Как может Лёля говорить о том, что огромное количество девушек ведет взрослую жизнь, а вот половую, да, с 14-15 лет? Ну, если, блин, в ее окружении есть такие девушки, их большинство, то это, конечно же, плачевно. Опять же, все это идет, очень много это идет от семьи. И неужели Лёля не боится говорить, раскрывать род о таких вещах, имея столько дочерей? Ведь еще неизвестно, как у них, как говорится, жизнь сложится, правильно? А согласно ее статистике, которую она где-то там, простите, надыбала, нарыла, они все, вот ее дочки, должны начать, все там из 10 дочерей, грубо говоря, все 8, должны начать свою взрослую жизнь к 14-15 лет. По мнению Лёли, рожает в 15 лет исключительно от большой любви. Вот мне в таком случае интересно, Лёля, куда делась ваша великая любовь с твоим первым мужем? Который с тобой разошелся, я, вы знаете, не скажу, что он ее оставил, нет. Он с ней разошелся, потому что он сказал, я не хочу, чтобы жена рожала каждый год. Это нормально, согласитесь. Человек тоже, может быть, хочет иметь там одного, двоих или троих детей. Человек не готов иметь 10 или 15 детей. Тем более мужчина, это нормально, да. Куда делась их великая любовь? Когда он ей сказал, что если ты родишь третьего, мы разойдемся, и она спокойно, зная, что он ее оставит, она все равно рожала. Хотя она сказала, я не видела даже его прямо вот великой любви к первому ребенку. Она сказала, я не видела его счастья по отношению, когда родился второй ребенок. Так нахрена ты рожаешь одного за другим, видя, что твой муж вообще равнодушен к вашим, в принципе, детям, да. То есть, получается, ей хотелось рожать, и она рожала каждый год, а ему просто не хотелось. И плевать она на него тоже хотела. Согласна, что нужно поддерживать своих детей. Здесь я с Лёлей полностью согласна. И помочь ребенку в любой ситуации, да. Так бы поступила любая нормальная мать. Но при всем при этом, мне не нравится, что Лёля в очередной раз начала обвинять свою маму, что та ее не поддержала, когда Лёля родила третьего ребенка и осталась, по сути, на улице, да. Лёля всегда говорила, вот честно, я здесь скажу, опять же, что Лёля просто законченная эгоистка. Лёлины слова о том, что ее муж не хотел третьего ребенка, и он заранее об этом говорил. Если ты родишь, все, у нас с тобой будет развод, да. Он и второго не хотел, как я уже сказала. Но Лёли было плевать, и она продолжала рожать одного за другим. То есть, по Лёлиным же словам, это ее были слова, на протяжении первого брака, пяти вот этих шести лет, ее мать кормила ее и ее детей, потому что у ее первого мужа якобы все деньги были вложены в его там строительный вот этот вот бизнес. И она сказала, что меня содержал не муж с тремя детьми, а меня с двумя детьми, да, то есть тогда еще третьего не было. А меня, говорит, содержала моя мать. Заметьте, мать, которая ее родила почти в 40 лет, которая уже на тот момент была пожилым человеком, которая еще была онкобольная. Она вынуждена была содержать помимо себя еще и дочку, которая была замужем, и еще ее двоих детей, да. То есть не муж их содержал. Но Лёле было плевать как на мужа, так и на маму, и она решила рожать третьего. Зная, что муж сказал, что мы разводимся, она все равно решила рожать, да, рожать до бесконечности. И думала, что она будет рожать до бесконечности, а ее пожилая мама будет содержать всех ее детей. Друзья мои, ну согласитесь, что это как-то очень и очень нагло. Хотелось рожать много, да, а поднимать и воспитывать пусть будет больная, пожилая, онкобольная мама. И вот теперь Лёля, да, как просто медалями, как она всегда говорит, трясет своими старшими детьми. Ему один вот в военной академии учится, вторая, значит, у меня вся такая замечательная, да, идет на золотую медаль. А теперь представь, Лёля, что ей не 17, а 14 или 15, и она приходит к тебе и говорит, все, а я не хочу вообще больше учиться, я буду рожать. А потом она тебе говорит, а я буду рожать вообще каждый божий год, да, каждый год, все. То есть, соответственно, никакого образования, никакого будущего, по сути, у нее, нет, ну понятно, что может быть, да, но если она будет рожать каждый божий год, ну согласитесь, тут уже будет не до образования, вообще не до чего, да, одни сплошные пеленки, одни за другим, ничего она больше не увидит. Хорошо, когда есть, конечно, кому содержать, как в Лёлином случае. В Лёлином случае ее содержат зрители, ей переживать нечего, она как сыр в масле катается. Лёля, ты тоже, конечно же, можешь поддержать своих детей в случае такой ситуации, да, можешь их содержать, причем ты делаешь, ты не хочешь содержать своих детей на зарплату с Ютуба, хотя она тебе позволяет, ты этого не делаешь, а без конца на все просишь у зрителей, все тебе мало, да. Вот осуждать грех, осуждать грех, тебе ли, как говорится, Лёля, этого не знать, но ты делаешь это чаще, чаще других. Ты осуждаешь тех, кто сделал аборт, а вот ты никогда не думала о том, что это у тебя была мама, которой ты пришла в 15 лет и сказала, мама, я буду рожать, да, а вот если бы он тогда на тебе не женился, ты бы родила бы и мама бы тебя приняла. Твоя мама тебя содержала вместе с двумя детьми, а потом уже просто с тремя не взяла, потому что, видимо, поняла, что она не осилит, ну, как говорится, пора и честь знать, да, за что ты, кстати, на маму обижена. А ты не думала о том, что есть девчонки вообще детдомовские, есть сироты, да, у которых нет никого, ни матери, ни отца или там еще кто-нибудь, у них нет ни жилья вообще, у них ни черта нет, им попросить помощи ни у кого, куда она будет рожать. Понятно, девчонка идет и делает аборт, а у кого-то вообще не позволяет здоровье, а кто-то, Лёля, представь себе, вообще хочет учиться, да, ну вот она забеременела, а она решила, нет, рожать я не буду, я не буду, я хочу учиться, представь себе, это ты не хотела учиться, ты хотела рожать каждый божий год, а кто-то из девчонок хотел учиться, у всех разные ситуации, ну, как можно всех грести под одну гребенку, не тебе, как говорится, осуждать людей, ну, не тебе, ты вот явно не можешь здесь выглядеть никаким примером, да, родить много, ты-то родила, но содержать себя и твоих детей содержат посторонние люди. На самом деле, конечно же, каждый сам решает, опять же, как ему быть, и, конечно, на это влияет в том числе не только желание того, кто забеременел, но и очень многие обстоятельства, в том числе и поддержка близких. А если нигде жить, а если никто не поддерживает, а если ничего нет, то, соответственно, ну, очень глупо было бы, естественно, рожать. Человек идет и делает аборт. У всех разные ситуации. Не все могут так нагло пристраиваться, даже тогда, когда вот сейчас у тебя есть деньги, у тебя есть все условия, у тебя есть абсолютно все, при этом ты продолжаешь просить. Ты говоришь, я не прошу, при всем при этом ты тут же выставляешь все карты, у тебя выставлено, выставляешь донат и говоришь, вот сейчас нам как никогда нужна ваша помощь. Все, тебе плевать на конфеты детям, на подарки своим детям, да, в день рождения. Не все так могут, не все. И вот Оля начала объяснять, что нужно обязательно быть в браке, чтобы, да, чтобы быть уверенным в том, что, как бы, вот, это какая-то гарантия. Но при всем при этом ее муж в браке с тремя детьми оставил, то есть они разошлись, так что брак это тоже, как бы, не гарантия. Гарантией как раз-таки может быть хорошее образование, хорошая работа и хорошая зарплата. Вот это, кстати, может быть гарантией, да. А мужчина тоже это, ну, так же можно сказать, что сегодня он есть, завтра его нет. Понятно, ситуация опять же разная. В общем, у всех на самом деле все по-разному. Но сути Лёля раскрыть так и не смогла, потому что ее тянуло все время в свою сторону. Рожайте, рожайте, рожайте в 14, в 15, в 16 лет. Ну, да, в общем, как-то так она к этому относится. То есть она говорит, что вот те, кто гулящик, те, кто гуляет, уже вступает в взрослую жизнь в 14-15 лет, к 17 они уже по тоскушке. То есть Лёля имеет право, считает, что она, как в кавычках верующая, имеет право вообще оскорблять так чьих-то детей, да. То есть, ну, я вообще, я в шоке. А она кто тогда? Такая, когда она начала половую жизнь, она не была явно, она не была в браке, правильно? Она же потом, когда уже забеременела, они вынуждены были пожениться. Все понятно, в принципе, в общем. Но, видите, она может себя прикрыть всегда, что я вот, мол, по великой любви. Да кто-то, может быть, тоже по великой любви, да. То есть у всех по-разному. Ну, правда, у нее эта любовь великая куда-то быстро очень делась. Могу сказать только, что каждому, что вот рожать, не рожать, каждому вообще решать, что делать. А вот точно не стоит торопиться вступать во взрослую жизнь, дабы потом вот так вот, как Лёля, да, и многие другие в 35-40 лет, не впадать в детство, пытаясь, так скажем, наверстать упущенные возможности. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор. Естественно, всех целую и обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну, и для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, всем пока.